Очень приятно, что у нас наша выпускница, школа дизайна, побывала на стажировке в Париже. Мы сами только что вернулись с другой группой из Америки, и у нас есть контакты, есть возможность организовать стажировку в Америке. Но вот приятно, что человек вернулся и готов поделиться воспоминаниями и опытом стажировки в Париже. Представляю слово гостям, нашей любимой выпускницы. Очень сложно себя, наверное, оторвать от студентов этого периода, когда ты здесь учился, и поэтому, видно, очень хотелось как-то продолжить этот такой обучающий этап, и благодаря школе дизайна я сумела попасть в архитектурное бюро Парижа по образованию. Очень интересно увидеть другой опыт, совсем другой подход и к подготовке проектов, и к воспроизведениях, и как проходит авторский надсор за тем, что там происходит на строительной площадке. И очень сильно все это отличается от того, что я вижу здесь у нас на строительных площадках, на подготовительных этапах, и как получаются заказы. Это как бы две разные совершенно... Переговоры с клиентами тоже, наверное, по-другому могут. Нет, меня, кстати, очень как-то пугали в какие-то моменты, когда я собиралась посетить в Иоанне театр ТНП, что там будут дебаты, что будут ругань, и нет, все было очень мило, доброжелательно, очень все так было, никаких таких моментов, собственно, сложных не видел, я не наблюдала. Собственно, как и при получении заказа тоже, то есть, когда мы ехали на освещение муниципалитета, в городе Света, как бы была такая ситуация, ну, долго не могли не получить этот заказ, и все немножко так достаточно волновались. Ну, как бы все тоже очень мирно закончилось. Да, вот интересно, как рабочие чертежи или какими вы занимались процессами? Значит, для участия в конкурсе, поскольку у них все получается через конкурс, поэтому, как бы, очень много я видела, как бы, нефигодовительного этапа. Практически готовится весь проект полностью, то есть, это и комплект, и полностью чертежи, которые делаются в тех же программах, как и КАК, то есть, нам очень знакомая электронная программа, в которой делаются все и менпланы, и все чертежи, и разрезы, и планы этажа, и поэтажные планы, то есть, ну, практически готовый, можно сказать, пакет документов для строительства. А макеты, как бы, души или что, это все лишнее? Ну, макет, это, как бы, является такой визуальной частью, то есть, они могут подготовить и 3D-визуализацию, которая тебе позволяет увидеть это, как бы, вот, вписанную непосредственно участник, где будет происходить застройка макет, он, как бы, наверное, да, такой тактильный, как бы, очень приятный момент для припоказа своего заказа. Ну, и макетом стежковник, да? Видно на каких-то очень сложных конкурсах, они даже отдают делать макеты профессионалам, это очень, как бы, такое дорогое у них удовольствие, на самом деле, я видела такой макет у них, это действительно такое отдельное произведение искусства, я бы сказала, то есть, это даже не просто уже макет, это, как бы, здание, которое имеется прямо в отдельный элемент, сделанное из разных материалов, это металл, там, дерево. Я просто вспоминаю в Лондоне, где мы были в Косте, в Турмастерской, да, и там у них в подвале, как у нас сейчас-то, макетчики сидят, в самом низу, я, кстати, сидела, да, именно в самом низу делала макет. Обратили внимание, что там 3 женщины, а мы, господи, а где же мужчины в макетчике? Мужчины где-то гуляют. У них бюро находится в обычном жилом доме, и как раз в подвальчике этого дома, ну, как бы, с одной стороны, это подвал, с другой стороны, с другой стороны двора, это первый этаж, у меня находилась в маленькой комнате, в которой я делала макет, маленькая мастерская, долго, долго. Муки творчества. Нет, эти муки выглядят очень красиво. Нет, по-моему, никаких мук, только одно удовольствие. А мозговой штурм, как они обсуждали проект, там, присутствовали при этом? Дискутировали. Как творческое начало. Какое творческое начало там оказалось? Он, скорее, как бы уже выдает готовые идеи. То есть он, где-то он у себя там варится, где-то там в дороге, я не знаю, дома, где угодно, там, забывая поесть, поспать. Но при этом, как бы, выдает, без эскизов, и тут же архитекторы выдают все это в чертежах. Ну, полное взаимопонимание тут удивительно, на самом деле. Или, конечно, корректирующим таким, скажем, правлением является Юля. Она, как бы, вот, как раз связует очень сильно Завье и все остальное архитектурное бюро. Когда вот Завье иногда не бывает, он посещает очень много своих объектов. Сейчас у них один объект даже в Китае находится, очень такой необычный. Они там будут, я так поняла, воспроизводить практически кусочек Франции. То есть там даже какой-то надельческий был, такой маленький заводик. То есть заказы совершенно бывают неожиданные, необычные и любопытные очень. Они были очень неожиданно тронуты таким, как бы, новым, скажем, для них опытом. И с удовольствием готовы принять творческих личностей в свое бюро. Получение нового опыта. Для нас это вот тут ценно, такое почек сотрудничества. Я думаю, что мы будем его развивать. Такие личности у нас есть. Попадаются, скажем, прямо не все, да? Но на дипломе обязательно из 40 человек, 5, 6, 7, 8, 9, 10 найдется. Да, наверное, надо предлагать именно на дипломе. Да, им надо и предлагать. Пока они тепленькие. Конечно, тепленькие, горячие. Еще полные энергии и творческих порывов. Приглашаем всех к сотрудничеству. Мы предоставляем возможность ездить не только во Францию, но и в Англию, в Америку, в Италию. В Израиль. Может, про Китай я не говорю. Китайцы ждут. Русские. Израиль, само собой. Париж, конечно, очень необычный в плане градостроительства. С своими бесконечными такими коры двориками, треугольничками. Малоэтажные застройки. Очень приятно, как бы, то, что разделены сотные районы и низкозастроенные районы. И даже современные здания, которые появляются в старых районах, они как-то очень так гармонично вписывают уже существующие старинные здания. Но, конечно, у нас в этом месте, в этой микроскопе, все это очень так, достаточно корректно, интеллигентно меняется, не нарушая, как бы, индийский гармонир с современными нововведениями. Да, это им не мешает использовать самые современные, авангардные, сумасшедшие идеи, которые в первый момент шокируют, и, по-моему, начинают понимать, как это вообще. Тонко, тонко и аккуратно вписано в среду. Да, это точно. Вот это умение французам. Да, мне посчастливилось быть в одном таком экспериментальном районе Парижа, это 12-й район. Там была возможность проявить свои, как раз, возможности современные, имени лучших архитекторов мира. И очень необычные, конечно, там постройки, совершенно воздушные здания, нет этих громадных, таких тяжелых построек, все висит в воздухе, везде растения. Это, конечно, поражает, и сливание вот этой природы, и городской среды очень там часто присутствует, используя там, например, старинные какие-то мосты Акведуйки, они как бы практически переделывают, реконструируют в парковую зону, а не наверху делают парк, и это совершенно потрясающе, когда ты идешь наверху в парке, и при этом у тебя внизу паришь. Это фантастика, как раз, я прошел по этому парку, есть фотография, покажемся на ветре.